По поводу того, сколько и долго ли нам терпеть санкции, я бы вообще, если позволите, сказал иначе. Не то, что терпеть, нам нужно использовать ту ситуацию, которая сладкая санкциями, для того, чтобы выходить на новые рубежи развития. Но это вот, мы, может быть, и не делали бы этого, но вот то же самое импортозамещение мы вынуждены сегодня, мы будем делать. И я надеюсь, что это приведет к развитию высокотехнологичных окраслей экономики. Большими темпами, чем это было раньше. У нас был занят рынок для наших собственных сельхозпроизводителей внутри самой страны, внутри самой России, особенно после вступления нашей страны в ВТО. Это имеет и негативные последствия с точки зрения вклада в инфляцию продовольственной товарной группы. Это правда. И вот действительно здесь придется потерпеть. Но неизбежен рост внутреннего сельхоза. Просто это произойдет по факту, особенно при поддержке государства, а она есть. Я знаю, что сельхозпроизводители недовольны, наверняка они и в студии есть, и будут там вопросы в эфире. Мы поговорим об этом. Но все-таки поддержка, собственное производство, обеспечение продовольственной безопасности страны – чрезвычайно важная вещь. Они будут на нашем рынке. Но мы ввели бы или не ввели такие ответные действия, если бы не было санкции? Нет. А сейчас мы это сделали.